Собрали пока сосновые шишки. В основном их собирают школьники и местные. Лесники платят 12 рублей за килограмм. После шишки попадают в специальные хранилища на собственном лифте. Они уже после шишки предварительной. Лесники говорят, крепкое дерево вырастет только из здоровых семян. Отборные побеги пополнят лесной фонд республики и будут посажены в местном питомнике. Но до этого шишки проходят долгий путь. Главный этап – печь. Сам процесс шишки проходит вот в такой вот камере. Здесь находятся два барабана, в которых помещается почти полтонны шишек. Ну а под воздействием температуры они раскрываются примерно вот так. После чего с них на пол падает ворох. В нем-то и находятся семечки. Дальше все словно по сценарию из золушки. Нужно отделить шелуху от семян. Этот процесс лесники называют поэтично – обескрыливание. Производство безотходное. Все лишнее в топку. В этом году арские лесники заготовили 11 тонн хвойных побегов. Из них планируют получить больше 150 килограммов семян. Которую часть мы продаем. Какую-то часть, значит, сдаем в страх фонд. Пополнение лесного фонда – одна из приоритетных задач для республики. По качеству и количеству саженцев арское лесничество входит в топ-3. Признаются, стимулируют конкурсы от Минлесхоза. Конкурсы предназначены, чтобы заинтересовать наши бюджетные учреждения по сбору семян, по сдаче в страховой фонд и выращиванию хорошего посадочного материала. Время собирать шишки закончится в декабре. Лучшее лесничество Татарстана получит в подарок спецтехнику и автомобили. Сергей Хайдаров, Азас Имигулин, ТНВ, Арский район. Субтитры создавал DimaTorzok